В эти часы в храмах готовится к встрече одного из самых главных христианских праздников – Рождества Христова. Его отметят завтра, 7 января. В Казахстане этот день является официальным праздником. Моя коллега Ирина Якунина накануне сочельника побывала в музее Свято-Троицкой церкви Узкоминогорска. Об уникальных экспонатах, многим из которых более 300 лет, в следующем материале. Церковно-археологический кабинет Свято-Троицкой церкви уже давно стал настоящим музеем. Здесь собраны поистине уникальные экспонаты. Многие датируются 17-18 веками. Гордость музея – личные вещи протеерея Александра Дагаева. Его казнили по приказу ЧК и реабилитировали в 1993-м. Он причислен к лику святых. Человек, у которого оказались личные вещи священника, сфотографировал их и прислал на сайт церкви. Я связался с ним, и условия были, конечно, для меня неприемлемые. Он говорит, я вам не продам его. Я уже огорчился. У меня, говорит, только одно условие – я вам его подарю. И вот этот человек сделал такой вот щедрый подарок для нашей епархии, для музея. А вот эти часы на цепочке на 70 лет старше 300-летнего Узкоминогорска. И совсем недавно они тоже стали музейным экспонатом. В настоящее время он в рабочем состоянии. Даже слышно, как тикает. Да. И, конечно же, в преддверии Рождества особое внимание заслуживает вот этот экспонат – старинная граммофонная пластинка. К слову, записи – более 100 лет. И вот сегодня, уже в 21 веке, мы имеем такую возможность послушать церковный хор, который исполняет рождественское песнопение «Тихая ночь, святая ночь». Всех вас, дорогие мои, сердечно поздравляю со светлым праздником Рождества Христова. Желаю крепости духовных и телесных сил, Божьей помощи, всех благ. Пусть будет мир на нашей земле. Уважайте, любите друг друга, цените. Ирина Якунина, Ирина Джумагулов, Astana Times, Усть-Каменогорск.